Сформулируем. Ну, давай сформулируем сначала. Сформулируем. Ну, сначала всё с того, что как-то о жизни... Не то чтобы бессмысленной стало, но как-то... Не знаю, наверное, это называется кризис летнего возраста. И вдруг начинаешь понимать, что что-то там как-то не так в жизни, чего-то хочется и её сделать. Вот. Ну, подумала и подумала, и поняла, что в жизни нет никакой глобальной цели. Вот. Ну, и стала эту глобальную цель искать. Ну, даже плохо как бы, нет глобальной цели. Должно же быть... А христианство? Ну, подожди, ладно, если так быстро... Должна же быть какая-то глобальная цель. Я стала, значит, по разные вещи попытаться под это понятие глобальной цели подвести. Вот. Ну, и выяснилось, что ничего из того, что когда-то было и мыслилось быть целью... глобальной целью жизни, как-то теперь не очень на неё похоже. Потому что... ну... Веру я... Ну, как можно веру назвать смыслом жизни? Или там... религию, веру... неважно, как это назвать. Ну, вообще, изначально религия претендует на то, чтобы именно на последние вопросы ответить. Ну... Ответь на последние вопросы. Но быть ли целью? Ну, верю я и верю. Ну, это что, цель? Цель... Цель это то, чего у тебя нет, но ты думаешь быть. Что будет. То, с чему ты стремишься. Ну, сейчас это же цель обожиться, да? То есть, двигаться к Богу... Ну, хорошо, уже лучше. ...в каком-то перспективе бесконечном. Да. Ну, либо можно называть это обожиться, можно назвать это от спасения души. Ну, как бы... Понятно, да? И это является целью для христиан. Глобальная христианская цель. Ну, вот, если хорошо подумать и признаться себе честно, то я не могу сказать, что моя жизнь является путём вот к этому. Ну, честно, ну, нет. И что-то я не вижу, чтобы мои поступки в жизни как-то могли приблизить вот спасение души, обожжение и так далее. Вот не вижу я этого. Если быть честным, то нет. Нет, не является. Берём всё остальное человеческое. Ну, чтобы ещё проще становится, потому что что вообще из человеческого может быть целью жизни? Ну, будем просты. Там, творчество, там, саморазвитие и так далее. Нет, ну, это как бы какие-то минутные цели, там, на полгода, на год максимум. Вот. Ну, какие-то близкие цели, там, не знаю, да на неделю дописать стих. Вот. Или, там, почитать книжку, которая, там, меня вообще на что-то сподвигает. Вот. Это какие-то маленькие цели, тоже не могут они претендовать на глобальность. Вот. Что ещё там? Что ещё может быть? Там, дом, семья? Ну, как бы, есть, и что? Ну, сохранить это, что ли? Вот. Ну, материальные цели, там, это... Материальные цели, если я вообще даже и не... Да, это в меньшей степени. Я вообще могу передавать. Не беру. Не беру. Я имею в виду дом, семья, ну, как бы, родные люди. Вот. Ну, а что тут может быть целью? Ну, сохранить этих людей, ну, да, ну, как бы, не глобальная же это цель. То есть, ясно, что это, как бы, как само собой разумеющееся. Вот. Ну, тут остаётся единственное, что как-то может потендовать, ну, не на глобальную цель, но на долгосрочную, скажем так. Это материнство. Вот. Ну, как бы, это удар в пах в некотором смысле. Потому что материнство, это просто, когда начинают играть гормоны определенные, которые заставляют тебя отказываться от одних вопросов и задавать другие вопросы совершенно. Ну, то есть, это способ на время отсрочить этот вопрос о смысле жизни и так далее. Вот, есть ребенок, и вот сейчас там все мысли, все заботы будут только об этом. А вот вопрос о смысле жизни он даже задаваться не будет. Вот. Вот. Причём, как бы, как для меня, так и для Антона, так и для всех наших родственников. О! Какое событие! Родился ребенок! Все будет руку плясать. Вот. Это всё хорошо, там, да. Но является ли воспитание детей такой вот глобальной целью? Да я бы так тоже не сказала. Вот. Это высокое там занятие, там, точно так же, как некоторые виды работ можно назвать высоким занятием, там, преподаванием, там, не знаю, что там еще такое высокое. Вот. Но, опять же, назвать это смыслом жизни и целью жизни как-то это тоже не особо претендует на смысл. Вот. Ну, и тут у меня такой вопрос. Зову счёт. Ну, а что вообще, как сказать, какова, под какую категорию можно подвести мечта, что можно назвать смыслом жизни? Вообще, вот, что это должно быть само по себе? Ну, скажем так, не условия возможности, вот, ну да, условия возможности для чего-то быть смыслом жизни. Вот что вообще может быть смыслом жизни? Мы, конечно, не берём, опять же, здесь в расчёт вот те, те, те случаи, когда что-то маленькое, материальное, там, для некоторых людей может стать смыслом жизни. Мы не отрицаем этого, но не берём. Но вот в высоком смысле слова, смыслом и целью жизни, что может быть? Что для этого нужно этому нечто? Какое, у какого уровня это должно быть? Ну, на самом деле есть смысл жизни, ведь здесь, если вдуматься, заложено именно в этом выражении, как бы смысл самого выражения подразумевает, что именно цель жизни. Да. Потому что по смыслу уже можно понимать это как смысл, что есть жизнь, да, как бы ответ на вопрос, что есть жизнь. Безусловно, я понимаю, у смысла жизни, в смысле ответа на вопрос, что есть жизнь, как бы есть ответ, да, там, что есть человеческая жизнь, там, может быть, там, какая-нибудь антропология, биология и так далее, может, в конце концов, на этот вопрос ответить. Здесь, как бы, нет никакой проблемы, но вот если мы говорим о цели, и для человека важна именно цель, то здесь возникают две проблемы. Первая проблема, может быть, вопрос некорректно поставлен. Может, можем ли мы забывать... Может, может ли быть цель вообще в жизни, да? Да, можем ли мы вообще такой вопрос ставить? Может ли вообще у жизни быть какая-либо цель? Ну, вот это первое, что пришло мне в голову. Да, возможно, как бы, что это некорректно поставленный вопрос. Но, тем не менее, даже если он некорректно поставленный вопрос, да, если из каких-то там... Есть такие позиции, из которых можно было бы этого обосновывать, тем не менее, сам вопрос-то есть. Да он пришел с тапочками. Некорректно поставленный вопрос, но даже если он некорректно поставленный, он все равно нас волнует, и поэтому мы все равно на него должны отвечать. Неважно, с каких-то высших позиций он поставлен, корректно, некорректно, можно ли на него реально ответить или нельзя, мы сами, каждый из нас, должны его решать. Потому что на самом деле фактически нас волнует. А почему оно волнует? Потому что у нас есть свобода, и мы можем эту свободу направить в одну сторону, а можем направить в другую сторону. Мы можем, допустим, быть христианами, а можем быть неверующими. Мы можем выбрать одну профессию, а можем выбрать другую профессию. Везде-везде лежит проблема выбора. И в конце концов, если эту проблему выбора развивать и устремлять куда-то в предел, то возникнет, как вообще жить, как выбрать ту правильную жизнь. Выбор той правильной жизни, на самом деле, если вдуматься, это и есть вопрос о смысле жизни. Какая жизнь правильная, как ее выбрать, к чему ее устремить. Ты немножко сдвинул здесь акцент? Я немножко сдвинул это намеренно, потому что на самом деле, если рассматривать цель без ее средств, да, если просто решить, что есть какая-то цель жизни, да, а средства для этого не указать, то само понятие цели становится бессмысленным. Ну, допустим, я скажу, цель состоит в том, чтобы там, это, достигнуть центра Солнца, да. Ну, цель будет, как бы, а средства к этому непонятно, как бы, мы даже приблизиться к Солнцу не сможем. В определенном смысле цель указывает на средства. То есть, просто говоря сейчас о средствах, то есть, о правильной или неправильной жизни, там, правильно, неправильной, вот, ты, как бы, не говоришь о цели. А вот говоря о цели, подразумевается средство. Подразумевается. Ну, можно поставить, например, цель, допустим, там, улететь на край Вселенной, понимаешь? Мы не говорим глупостях. Правильно. Поэтому, вот тут, как бы, надо, мне кажется, надо вопрос с двух сторон сужать. То есть, с одной стороны, есть, как бы, предельная цель, а с другой стороны, у нас есть возможности наши. Мы же не можем выбрать все, что угодно. Ну, а тебе не кажется, что это немножко странно? То есть, вы говорите, вот, мы сейчас ищем цель жизни, посмотрим, что у нас есть, и чем мы можем достичь с помощью того, что у нас есть. Да, именно так. Так, что ли? То есть, ты, как бы, сначала смотришь, вот, допустим, берем, допустим, меня или тебя. У нас ведь есть ограниченные возможности. Мы, там, не мультимиллионеры, да, мы не можем захотеть чего угодно. Может быть, если бы у нас была бы, как бы, ситуация другая, мы обладали какими-то большими возможностями, ну, в нашем мире это выражается в том, в частности, в отношении того, что мы имели бы больше денег, да. Мы могли бы, допустим, поставить себе целью, там, изучить другие страны, там, поездить, посмотреть, поизучать землю, там, изучать природу. То есть, если бы мы не были ограничены в своих деньгах, мы бы, на самом деле, могли бы попытаться вопрос поставить так. Это пусто. Да, например, мы могли бы поставить вопрос так. А не получается ли так, что можно просто попытаться начинать жить потихонечку, да, и в процессе вот этой жизни потихонечку, там, это, можно обнаружить будет какой-то, там, смысл ее. Да, вот, смысл, это, причем, вот, я же, как бы, немного сдвинул вопрос и сказал, что смысл состоящий в том, что нас жизнь будет удовлетворять, да, что мы, как бы, увидим, что она, вот, правильная. Вот, какой, вот, вот, есть какое-то, там, интуитивное понимание, что такое правильная жизнь, там, я не имею в виду пока, там, там, чисто религиозный смысл. А та жизнь, которая нас удовлетворяет. Вот, условно говоря, я, например, жил бы так, как какой-то правильной жизнью и понимал бы, что вот эта жизнь, которую я веду, она правильная, там, она меня удовлетворяет. Это не значит, что полный гедонизм, да, вот, потому что гедонизм тоже, ведь, на самом деле, крайность. Она тоже многих гедонистов не удовлетворяет. У них точно такие же кризисы есть, да. Вопрос идет о том, что некая какая-то соразмеренная жизнь такая, которая бы нас удовлетворяла. Если бы у нас было больше возможностей, если бы мы могли ездить по свету и тратить деньги, перелетать, например, захотели бы сейчас в ресторан парижский посетить, на самолет сели, полетели, быстро сходили в ресторан и обратно вернулись. Личный самолет. Да, личный самолет. Были бы какие-то другие возможности. Например, сейчас вот зима, захотели, в Австралию сейчас улетели, а там лето. И можно было вообще всю жизнь жить только в лете. То есть, когда надо перелетать с места на место, как бы постоянно находиться в лете. Вообще не знаете никаких проблем с тем, что вот холодно там и так далее. Вот, и путем накопления вот этих маленьких всяких плюсиков, может быть, можно было бы создать жизнь, которая бы человека удовлетворила. Маленький плюсик там, допустим, ты вот таким вопросом задаешься, можно раз был. Ну, Балат, это глупо. Глупо, глупо. Не-не-не, это просто защит такой. Это не ответ. Это просто защит. Защит состоит в следующем, что мне кажется, что начинать надо с того, что у нас есть все-таки ограниченные средства. И у многих из нас, да, очень мало кто из нас может позволить себе любое поведение, да, там, летать куда-нибудь, там, в Корею, там, в какой-нибудь монастырь корейский, спрашивать каких-нибудь, там, супермонахов, там, ответы, там, летать в Америку, там, когда забыл рассудиться. Есть суперман, да есть супермонахи. Ну, да, да, да. То есть, вот, такого не удастся. Да, вот, все-таки мы ограничены своими возможностями. Поэтому, мне кажется, что цель надо искать, исходя из той сферы возможностей, которая у человека есть. То есть, она, и цель должна видеться в этом. То есть, вот, человек должен, так сказать, обозревствовать возможности увидеть цель. То есть, в этих возможностях должна проявиться, вот, некая такая возможность, которую осуществляет, которую человек может достигнуть цели. Вот, и ставить можно, на самом деле, для жизни только такую цель. Это, вот, первый зачем. Да, это, как бы, вопрос поднят снизу. Теперь можем вопрос поставить сверху, да. Предположим, что есть высшее существо, и, предположим, у человека заранее уже есть вложенный в него смысл. Не так, что человек должен его, там, обнаружить, да, а он заранее, как бы, есть, ну, где-то, там, прописанный, там, Бог, там, его, и заранее создал людей с определенным родом умыслом, да, то есть, не просто так. Тогда получается, что человек должен в своей жизни именно найти этот смысл, да, который Бог уложил в мир, и начать его осуществлять. То есть, других тогда вариантов нет. Тогда все другие попытки осуществить какой-то, там, другой смысл, там, они оказываются просто отклонениями от главной магистральной линии. То есть, они отказываются от срочки. То есть, ты все равно будешь рано или поздно выполнять этот главный, да, смысл. Просто ты просто заблудишься, там, где-то поплутаешь, поплутаешь, а потом вернешься, но... Я понимаю, что... Может быть, это будет уже поздно. Но в этом укроется что-то такое, что-то такое, чему душа смутно сопротивляется. То есть, как будто люди это как карандаши определенного цвета, и они только одним цветом писать могут изначально. Да, здесь как раз... Что-то мне вот не особо нравится. То есть, понимаешь, вообще сама идея не так уж плоха, и могу сказать, что вот в юности она вполне меня удовлетворяла. Что вот там есть, да, вот нужно найти себя, какую-то там свою дорогу, вот там, что-то, что у меня получается лучше всего, потому что так загаданно, так задумано. Вот, и нужно вот это делать, что получается лучше всего. Вот, если я попытаюсь что-то другое делать, ну ничего не получится. Я тут вспомнила рассказ фантастический, который мне папа в свое время рассказывал, он там фантастику публикался. Вот, не знаю, читал-то или не читал, ну, не знаю, такая какая-то довольно расхожая вещь. Будущее, и якобы придумали какой-то такой прибор в будущем, ну, или облегать какой-то, неважно. Который каждого ребенка, рождающегося, значит, сканирует и определяет его самые лучшие способности, как бы кем ему дальше быть. Ну, и как бы, кем ему быть, вот сюда, значит, сюда идешь учиться и так далее. Вот, и одного мальчика просканировал приборы и сказал, ну, ты, значит, должен быть архитектором. Вот, ну, мальчик, когда вырос, сказал, а я вот хочу быть моряком. Капитаном хочу быть. Вот, и пошел против всех, его там все убеждали, нет, ни за чем, там, не получится у тебя ничего. Действительно, ему было очень трудно, там, ничего у него не получалось, там, море и все такое. Вот, но он наприкой всему, значит, все это выдержал, все эти шутки матросов, там, все, все выдержал, все вынес. И даже, по конец жизни, даже дослужился до капитана, ну, как бы, мечта осуществилась, свой корабль у него, все такое. Вот, и заканчивается, ну, с одной стороны, как бы, понятно, да, что противостоял судьбе, но, значит, человеческая свобода проявилась. Вот, заканчивается тем, что, вот, он приплыл в какой-то город и какое-то было здание в порту, ну, такой, видимо, специальной какой-то архитектурой особой. Вот, он посмотрел на него и сказал, ну, видимо, присутствует каких-то там вредных людей, что, не, вот, надо было тут вот это так сделать, а это так, было бы лучше. Вот, тут его, там, услышал, там, знали, то ли переделали, то ли не переделали, ну, смысл в том, что это было гениальное, значит, указание. Вот, так что, вот, как-то это не вяжется со свободой воли человека, со свободой выбора. И, с одной стороны, да, хорошая мысль, но, вот, как это все совместить со свободой-то, а? Ну, да, здесь, конечно, есть резистенциальная проблема, она как раз связана именно со свободой, ты очень в точку говоришь. И она связана с тем, что, получается, что Бог нас принуждает. Получается, Он дает нам свободу, с одной стороны, а с другой нас принуждает двигаться по одному пути. Это странно, как бы, потому что это противоречит изначальной воле, да. Получается, зачем тогда давать нам свободу, чтобы потом принудить нас двигаться по одному пути. Достаточно нас было тогда сделать роботами, да, и мы бы тогда жили бы в воле Божьей, и никаких проблем бы не было. То есть, это, поэтому, на самом деле, более утонченное, как бы, понимание, даже, вот, религия, оно подразумевает, на самом деле, что Бог вот такого однозначного смысла для всех, да, какого-то, там, стандартного, Он не дал. То есть, вот, как ты говоришь, у Тей много, у Тей именно много. И какого-то, вот, предначертанного смысла у человека нет. Если возникает, как бы, вот такая вот экзистенциальная проблема, она связана с тем, что человек, это некая сущность несостоявшаяся, да, человек, как вот, как говорит Сарта, там, что он сначала есть, а потом он кем-то становится. То есть, все другие предметы, они, вот, у них, как бы, существование, сущность как-то одновременно существует, или даже сущность прежде существования существует, да. А у человека, вот, сущность, она возникает, у человека кем-то становится, у человека есть проект, да, у которого есть некая возможность, которая направлена к будущему. В экзистенциальном смысле, на самом деле, человек – это сущность, которая, как бы, еще должна состояться. То есть, у человека есть некая природная сущность, как у любого животного, да, но она более-менее у нас у всех тождественна. Но человек сам, да, не определяется этой природной сущностью. В человеке есть нечто, что надстраивается над ним. И начинается эта настройка уже с того, что, вот, ну, даже в опыте можно установить, что если человек человеку дитё отдать, там, животное, то он человеком не станет. То есть, человеческое – это нечто, что надстраивается над человеческой природой, да. Он надстраивается сначала, воспитывается в человеке некие общие черты человека, да, а потом уже, в определенный момент, когда человек сам себя осознаёт, то есть в нем проявляется нечто более высшее, некое как бы самосознание. Человек уже должен выстроить сам себя. Помимо того, что он еще... То есть сначала человек как биологическое существование, над ним настраивается человеческое, существует оно только общее всем. И вот над этим уже настраивается личность конкретного человека. И каждый конкретный человек должен сам еще себя вырастить, сам себя с этой хем-то должен стать. И поэтому, если вот такую конструкцию рассматривать, что человек это существо, которое должно себя выбрать, то можно вот эти два конца, как это рассмотрение сверху и рассмотрение снизу, выстроить в одном ключе. То есть рассмотрение сверху будет состоять в том, что Бог так устроил человека, что он на самом деле наделил его определенными биологическими способностями и определенными, ну допустим, человеческими, общечеловеческими способностями. Но они как бы не регулируют то, какой личность станет. То есть каждый человек может выбрать себя как личность, как единичность. То есть человечность как общее, это нечто, что дается нам свыше, ну неважно там, есть Бог или нет от Бога, да, можно по-разному трактовать. Ну может будем считать, что, может допустим, будем считать, что Бог есть. Вот эта человечность как общая для всех на самом деле свыше дается, а вот человечность как твоя личная человечность... То вот эти вот маугли, они бы все обладали бы общей человечностью. Но, значит, не дается свыше, она просто воспитывается в обществе. Ну просто общество дано свыше. Просто общество... В этом смысле? Да. Просто человек, который оторван от общества, он уже просто остается на первом уровне. Сначала человек должен как биологическое существо родиться, потом он должен быть помещен в определенную роду среду духовную. Общечеловек, да. Среду духа, да, культура, вот язык и прочее. То, что называется духом. Потом он в этом духовном должен проснуться как бы, да, вот от того. Он же как бы спит вначале, как бы в спячке находится. То есть он живет в некой общечеловеческой среде, чему-то научается, он как бы находится в некой спячке. Потом он раз, самосознает себя. И вот когда он самосознает себя, вот у него возникают эти проблемы, да, вот. Что делать с самим собой, да, ему надо как-то самого себя определить. Он может опять впасть в спячку, да, и вопросы эти не задавать. То есть, в чем там цель жизни, там, существует эта цель, не существует. Он может просто продолжать вот это, влочить вот эту общечеловеческую жизнь. Да, составлять вот некое общее тело человечества. А может он от этих вопросов не отказаться и может попытаться их как-то решать. И, с другой стороны, да, если брать опять же снизу, то он может решать их только в плане тех возможностей, которые у него есть. У него не бывает там, как правило, не бывает вот среднестатистический человек, у него не бывает там сверхвозможностей. У него бывают какие-то конкретные возможности. Во-первых, у него есть какие-то таланты, скажем, как ты вот говорила, что у тебя есть какие-то таланты, там, и ты можешь их развивать. Поскольку, по крайней мере, в этих талантах у тебя какое-то преимущество есть, да, по отношению к другим людям. У тебя там есть какие-то возможности. Это, например, родился там, а кто-то родился там, допустим, в Америке, а кто-то родился там в Ираке. Ну, вот, наверное, кто в Америке родился, у него больше возможностей там, чем тот, кто в Ираке. Ну, там, ты родился в определенной среде, в определенной культуре, да, то есть ты, у тебя есть определенные возможности институты какие-то, да, общества. Общества на определенном роде уровня. Ну, то есть, как бы, ты все равно в своей свободе, хотя она присутствует, да, и хотя ты возможность свою ощущаешь как абсолютная. То есть, человек, на самом деле, когда он находится в состоянии самосознания, он может даже почувствовать себя Богом. Потому что, в принципе, для него, как бы, возможно все. На этом вообще строится философия, там, теология, строится, там, это, понятие, там, мистики, там, понятие, там, того, что человек может даже тюрком быть, там, и там, и магом быть, и прочее, может мир изменять. Да, но это... Мне кажется, что здесь противоречие. С одной стороны, ты говоришь, что вот нужно обозрить свои возможности и, ну, как бы, что-то выбрать из этого, да, на свое усмотрение. Ну, как бы, как сказать, просто понять, что тебе дано самого лучшего и этому это и развивать. А с другой стороны, ты говоришь, что вот человек, там, может стать чем угодно, тюрк и так далее. Вот, ну, здесь же явно противоречие, потому что он ничем угодно может стать, а он может только в ту сторону двигаться. Ну, то есть, ясно, что он захочет двигаться в ту сторону, что у него лучше получается. Не все же у него получается лучше, а может быть, он хочет того, что у него не получается вообще. Здесь противоречие есть, вот твой пример, как раз, вот с тем строителем, да, который захотел стать себе моряком, там, да, капитана. А он присутствует. Дело в том, что помимо вот всех вот этих вот вещей, да, всех этих якобы разумных рассуждений, действительно, еще есть внутренние воли, да, внутренние желания. Вообще, человек, говорю, в человеческой воле, она может быть, может воплотиться. И поэтому человек может, независимо ни от чего, независимо от того, что ему на роду написано, что он родился там в семье, допустим, крестьянином, может пытаться стать кем-то другим. Да, вот этот разрыв есть, и это на самом деле противоречие. Но это противоречие, оно как бы, тем и замечательная человеческая жизнь, да, и человеческие уделы, что у человека не все вот так вот плачевно, да, а не просто вот ему родился там, крестьянином, кем родился, тем и пригодился. Не так, на самом деле. Потому что человек может дерзать. Значит, наше предыдущее рассуждение по поводу того, что он там лучше получается и так далее, там, немножко рефинированное. Потому что у нас получается тогда-то теперь, что человек должен дерзать, и уж если чего-то обозрел свои возможности, чего-то среди них не нашел, и решила, ага, вот я вот очень хочу этого, но я этого не могу. Так вот, положу я свою жизнь, пожалуй, на то, чтобы это смочь. Вот, и это получается хорошо. То есть это, ну, перескакивать себя, преодолевать себя, там, становиться чем-то другим, чем-то выше себя, ставить себе неосуществимые цели, это как бы, может быть, и так надо? Может быть, человек только и становится человеком тогда, когда он себе неосуществимый, казалось бы, на начале цели ставит. Может быть, ему недостойны все цели, которые он может осуществить. Тут, и знаешь, какая проблема есть? Тут это только видимое противоречие, на самом деле. Просто факт состоит в том, что человек должен понимать, каждый из нас должен понимать, что дерзновение – это риск. Возможно, что человек будет дерзать, дерзать, и потратить на это много времени, а в итоге ничего не получится. Так может быть, это и в том, чтобы достичь, а в том, чтобы дерзать? Нельзя в дерзновение ставить в качестве цели, потому что, ну, как бы сказать, люди разные. Понимаешь, надо как бы показывать, что на самом деле у человека внутри даже вот при отсутствии дерзновения, даже внутри каких-то вот стандартных телодвижений непрерывных, да, у него уже есть возможности. Тут есть такая просто логика, которая состоит в том, что путем маленьких прибавлений, путем маленького движения человек открывает горизонты. Вот человек находится в некоторых возможностях. Он начинает в отношении какой-то возможности одной двигаться, и он двигается по направлению к этой возможности. Каждый раз, значит, как мы движемся, допустим, по местности, каждый раз новый горизонт открывается. Я иду по тропинке, там, лес, там, допустим, в этом раз, лес, полянка открылась, иду дальше, еще что-то открылось, да. Вот если я ему скажу, дерзай, он, что он может делать? Он должен разбежаться с крыши, брыгнуть, что ли? Понимаешь, здесь вот есть некая неправда в дерзновении. Дерзновение нужно. Нужно знать, что иногда нужно уже, когда ты доходишь до определенной ступени, других возможностей нет, надо как бы вот как-то действовать нелинейно. То есть, может быть, даже непоследовательно. Как-то непонятно, как надо действовать. Тут уже ничего не скажешь. Как в творчестве, да, как-то раз вдруг, и прыгать как-то в сторону, непонятно, что делать. Но, может быть, двигаться к этой же цели постепенными, при переращении, может просто двигаться, как по карте двигаться, и каждый раз будет открываться новый горизонт. Поэтому правильная цель состоит в чем? Нужно ее, она должна быть сформулирована так, чтобы, двигаясь к этой цели, человек, на самом деле, мог разным путям. Не так, что, можно сказать, цель единственная, дерзай. Ну, а человек, как бы, допустим, он слабохарактерный, допустим, ему жалко терять то, что он уже имеет. Это прыгает, допустим. Вот, брось все, иди в монастырь, то есть, дерзай. Ну, что это такое? Ну, это... А может, человек хочет остаться при семье, может, ну, ему нравится домашний уют, ему там, вид из окна, природа и прочее. Он не хочет с этим порывать, хочет общаться с людьми. То есть, так нельзя говорить. В этом не может состояться жизнь. Может быть, если человек будет постепенно двигаться, постепенно двигаться, может быть, он маленькими превращениями дальше уйдет. Я как раз это имею в виду, что дерзай здесь не имеет такого смысла, что вот сдвигни его, вот, не знаю, там, выверни себя наизнанку и прямо сейчас этого достигнем. А дерзай, это значит, вот поставь себе такую цель, которую ты сейчас достигнуть не можешь. Но двигайся постепенно. И постепенно ты, как бы, если у тебя есть такая вот, как сказать, как впереди, как магнит, такая цель, которая выше тебя, и которую ты не можешь достичь, как, казалось бы, сейчас, вот. Но двигаясь в этом направлении, ты будешь меняться так, что постепенно, возможно, сможешь ее достичь. Вы понимаете, что цель, которая... Вот, допустим, я ставлю себе цель, которая из моего нынешней ситуации никак не достижима и никак не видится. Ну, она какая-то там далекая цель, да? Вот поставить себе такую цель безнравственную. Вот можно это пояснить на примере христианства. Христианство говорит, что человек должен обожиться. А что для этого надо сделать? А для этого надо сделать много чего. Надо буквально выпрыгнуть из человеческой природы. Что такое обожиться? Божественная природа, она не человеческая. Здесь есть противопоставление. Конечная наша природа, божественная природа. Надо как бы двигаться куда-то за пределы человека. Понимаешь, и получается так, что когда мы такую бесконечную цель ставим, человек просто ничего не делает. Вот христиане, они как бы думают, а цель все равно такая бесконечная. Зачем что-то делать? Я ничего делать не буду. Понимаешь, она как бы, сейчас цель какая-то лицемерная. Ставишь огромную цель, а достичь ее невозможно. И ты человек, ну, просто любой человек, ну, кто-то, допустим, на это решается, всю свою жизнь вот это, вот это бросить на эту цель. Ну, там, ну, отдельные святые какие-то, там, может быть, отдельные. Они решаются. Ну, в массе своей людей страшно и непонятно, что делать. Да и вообще какая-то цель такая непонятная. Например, у них же есть стать сверхчеловеком такая цель. А что для этого надо сделать? Опять же, из кожи человеческой вынестишь. Что? Тоже непонятная цель. Все такие цели, они безнравственные. Независимо от того, ведут ли они добру или зло. Они безнравственные, потому что они требуют от человека невозможного. Стань не человеком. Ну, что это за цель такая? Поэтому цель должна быть видимая. То есть, осязаемая цель должна быть. И лучше ставить такую цель, на самом деле, что ты ее достигаешь просто, как бы, и ставишь новую цель. Достигаешь и ставишь новую. То есть, каждый раз лучше делать маленькие цели ставить. Чтобы их можно было достичь и пощупать. И сказать себе, да, вот я вот постарался цель ее, да, и пощупал ее. Я могу ее, я ее достиг, я понимаю, что можно ее достичь. Ты слишком, бля, ты не искал. Понимаешь, что тут все правильно. Тут вот, это вот вечная проблема, на самом деле. Всякая такая мелкая цель, например, цель купить машину. Купил машину, купить домашний гарнитур, купил домашний гарнитур, еще что-нибудь. И так бесконечно всю жизнь можно, там, материально, маленькими целями жить, да, и потом раз смотришь, а время вышло уже, да, и жизнь кончилась. Действительно, здесь должна быть разумность. Разумность должна составить в том, что надо ставить цель, ну, лучше ставить много целей. Понимаешь, что тут, как на войне, на войне есть стратегия, есть тактика. То есть стратегия это выиграть, а, ну, допустим, вот в сорок первом году непонятно было, как мы выиграем, да, там, до сорок пятого года еще надо было, там, пять лет выиграть. Но, тем не менее, как бы, может, у нас была же стратегическая цель выиграть, а тактическая цель каждый раз была разная. И вот точно так же и здесь. Надо, на самом деле, какую-то поставить стратегическую цель, каждый раз выбирать какую-то тактическую цель. Тактическая цель, она, как бы, устремляет нас к стратегической, но, может, иногда отклоняется, там, понимаешь, там, в зависимости от ситуации. Каждый раз, достигая-то, решая тактические цели, мы, на самом деле, приближаем вот эту вот нашу, как бы, стратегическую цель. Но под стратегической целью, чтобы... Вот как раз стратегическая цель, то, что ты говоришь, чтобы она была такая высокая, как бы, и непонятно сразу, как достижимая. Но, тут вот проблема в чем состоит, когда я говорил о возможностях, да, ведь тактика подразумевает, что стратегическую цель можно достичь. Когда мы говорим о выигрыше и войне, мы все-таки понимаем, что это такое. Что как может так, практическими, каждым, вот ежедневными маленькими победами, там где-то там победили, здесь победили, здесь выиграли. Вот такими маленькими выигрышами можно двигаться вперед. То есть в тактике уже цель в виде стратегии всегда присутствует. А если ты поставишь стратегическую цель, допустим, обожество, а какая тактическая для этого цель, что надо делать? Опять та же самая станет проблемой. И что надо делать? Церковь ходить надо? Что? Пойти в монастырь надо? Что надо сделать там? Это может в кустырь пойти, может там святоотеческую литературу читать. Ну то есть сразу возникнет много каких-то странных вопросов, потому что стратегическая цель, она является слишком далекой. Такую стратегию нельзя ставить. А вот если ты поставишь стратегию, допустим, написать книгу, то ты уже понимаешь, какие твои тактические цели. То есть ты, допустим, подумать об этом, подумать об этом, может быть выделить ежедневно в своем времени, по часу, по два, чтобы заниматься этим, как-то там и так далее. То есть ты можешь уже что-то, как бы, подготавливая свои какие-то тактические цели, подвести к этой стратегической цели. Но это все, на самом деле, все, что мы сейчас говорим, это все разговор пока, да, предварительный. Потому что, естественно, как бы, тут понимаешь, на самом деле, вообще говоря, вот, что-то, как надо вести человеческую жизнь, это равносильно тому, что это, как вот провести фирму, да, или как, например, руководить государством. Это тот же самый разговор. Это разговор о том, как надо что-то предпринять, на самом деле, чтобы вот это вот, твое единство куда-то передвинуть, или что-то с ним сделать. Потому что, фактически, если речь идет о том, на самом деле, что, вот если мы говорим о целях, что нам не нравится текущее состояние. Вот у нас, или, допустим, например, если говорить с точки зрения фирмы, у меня, допустим, есть деньги, и они лежат зря, почему бы их куда-нибудь не вложить? Если я куда-нибудь их вложу, они бы принесут больше денег, да, и там у меня будет больше возможностей. Ну, здесь как бы утрированный пример, но в каком-то смысле наша жизнь точно так же. Жизнь – это как время, да, и наше время – это как некие наши деньги, вот наши средства. А что их можно вложить? Их можно ни во что не вкладывать, а просто вот как бы жить, как живется, и все. Но если мы чувствуем, что вот эта вот жизнь, ее интенсивность, вот она нас как-то не удовлетворяет. То есть наши деньги приносят, если так вот в метафоре рассуждать, мало дохода, да, хочется побольше дохода. Ну, как вот и в экономике, чем это больше дохода, тем больше риск. Понимаешь, вот как, допустим, можно деньги положить в банк под процент, а можно их положить в акции, понимаешь, а можно еще что-то предпринять. Так же и здесь, в нашей жизни. Вот можно просто жить, как живешь. Риск маленький, прибыль маленькая. То есть, может быть, и смысл, как бы, из этой различки, как можно мало там. А можно попытаться рискнуть, вот как ты говоришь, дерзновение, да. Но это означает, что ты можешь больше потерять. То есть, ты рискуешь своей жизнью, чтобы приобрести некую большую прибыль, да, ну, за это как бы и риск больше. А можешь и больше потерять. Когда ты больше прибыль получаешь, тогда у тебя и риск больше. То есть, ты можешь больше и потерять. И поэтому, когда говорят о дрезновении, имеет в виду именно вот эту аналогию с экономикой. То есть человеку говорят, да, вы можете деньги вложить в акции. Но вы должны понимать на самом деле, что все может обернуться против вас, и вы можете больше потерять. То есть и так же с жизнью. Ты можешь, конечно, дерзнуть. То есть не двигаться мелкими шагами, и есть какие-то возможности. Не развивайте их потихонечку. Ты же говорила, что подрезновение не подразумевает какой-то большой прыжок. А может быть движение мелкими шагами, но просто... Ну то есть средний риск. Небольшой такой риск огромный, а маленький средний риск. Или там, маленький риск. Я не говорю, что дерзновение, значит, попытаться без мелких шагов как-то прыгнуть. Нет. Я говорю о том, что дерзновение будет являться уже поставить себе какую-то такую цель. Двигаться не мелкими шагами точно так же. То есть ставить себе маленькие тактические цели. А представьте, как ты себя чувствовать будешь. Ты поставишь себе цель обожиться, а будешь двигаться к ней так. Ну, типа, сегодня я сделала маленькое доброе дело. Накормила там собачку во дворе. Ну, наверное, можешь больше ничего не делать. Представляешь, чем ты более далекую цель ставишь в качестве стратегической цели, тем вот масштаб твоих дел, по сравнению с этой целью, будет казаться тебе еще мельче. Ну, чем более грандиозная цель, тем результаты кажутся более мелкими. Вот, например... Да-да. Правильно. Это уже проблема, и как бы другого... А мы же говорили о правильной жизни, где бы ты каждый раз чувствовал себя удовлетворенной жизнью. Так нужно ли быть чувствовать себя удовлетворенной жизнью? А за счет... Представь себе, жизнь-то это сейчас, жизнь-то это не потом. Ты вот... Вот, допустим, мы поставим себе цель обожиться, и всю жизнь на нее работаем, как эти, как бы, траки, да? Вот как... Впряглись, например, и всю жизнь ты это плетешься. А потом раз, в конце жизни, уже ты много что сделал, но, как бы, никакого удовлетворения не получил. А потом вдруг оказывается, что, может, и Бога нет никакого. Вот здорово тогда. И всю жизнь это положил ни на что. Но такое удовлетворение не является... Ведь сомнение всегда остается. У тебя тут получается, что смыслом жизни является не какая-то высокая цель, а удовлетворение человека? Нет, я говорю, что это многофакторная вещь. Должно быть удовлетворение. Если ты не будешь в маленьких шажках каждый раз чувствовать удовлетворение, пусть маленькое, ты будешь чувствовать, я вот это сделал. И будешь говорить, я вот, и будешь этим гордиться. Я написал книгу. Я там вырастил ребенка, я не знаю, там... Я там закончил университет, я там кандидат наук, там и прочее. Если вот таких маленьких шажков не будет удовлетворенных, в которых ты будешь понимать, что вот ты что-то сделал, а ты вот завершил, вот... Раз, и маленькое совершенство, маленькое, не огромное совершенство, а маленькое. Здесь стихотворение создало, понимаешь? Обычно бывает как раз так, что когда человек, пока он чего-то хочет и ставит себе это целью, вот, он признает это за цель, но только он чего-то достиг, он понимает, что вот нет удовлетворения, но нет. Правильно. Нет, потому что, все, я этого достиг, я уже на этом уровне. А всегда так будет. Удовлетворение вещь эфемерная, это же, это же, она же зависит от контраста. У тебя не было чего-то, и вдруг появилось, допустим, не было машины, ну, такой примитивный пример, машина появилась, ты получил удовлетворение, а потом машина превращается в повседневность, что ты, какое удовлетворение от нее, это уже для тебя вещь какая-то, само собой разумеется. Уже никакого удовлетворения... Это удовлетворение возникает только, пока существует вот этот контраст. Допустим, не было у тебя квартиры, появилась квартира, не было у тебя ремонта, появился ремонт, вот, ремонт сделали в квартире, ну, что тебе, теперь это все удовлетворяет, ты просто привыкаешь к этому... Ну, что удовлетворяет. Ну, какое это время удовлетворяет, а потом это все-таки стандартно для тебя становится. Ты понимаешь прекрасно, что это, как бы, само собой разумеется, вот как ты говоришь. Мы же, ведь можно это понять с другой стороны, мы понимаем на самом деле ценность, когда что-то, что-то теряем. То есть, допустим, человек есть, да, кажется, ну, там, типа, привычка к нему есть. А потом раз он исчез, допустим, потеряли его там по разным причинам. И жизнь ушел там, или просто поссорились. И мы понимаем, ценности этого человека, нам его не хватает. То есть, удовлетворение – это всегда вещь относительная. Оно не может вот так вот быть непрерывным. Поэтому надо давать, чтобы куда-то двигаться. Даже собакам и то сахар дают, да, когда они, когда их учат что-то делать, там, там, животное, в церкви, каждый раз сахар дают, чтобы они почувствовали приращение, да, вот, чтобы они чувствовали удовлетворение. Точно так же поставишь какую-то бесконечную цель, да, которую не достигнут. Если ты при движении книг никакого удовлетворения не будешь чувствовать, да ты проклянешь жизнь свою. Зачем тебе это вот впрягаться? Ты должна понимать, на самом деле, что должно быть так вот, внутренне должно быть так, что твое внутреннее движение мелкими шажками и твоя цель, вот это вот два движения, они должны быть, всегда сопровождаться внутренним каким-то желанием, которое вот воспринимается как удовлетворение. То есть ты должна понимать, что ты вот что-то совершаешь, какое-то насилие над собой, ты ведь себя изменяешь, это же насилие. Легче просто лечь и ничего не делать. Но мы себя изменяем, мы себя насилуем, да, и вот чтобы вот это насилие оправдывать, каждый раз на каком-то этапе ты должна получать... Бонус. Да, какой-то бонус должна получать. Говорю чувствовать как бы прибыль, какую-то удовлетворенность должна получать. Неважно, чьи сложные тут удовлетворенности. Допустим, ты раз получил кусочек славы там, или там материальная удовлетворенность — раз стало больше зарабатывать, или там прибавилось тебе там 7 месяцев прибавиться, или там как бы ремонт другой осуществился, или там ты стих сотворил, или там книгу написал. Это неважно. И должны быть результаты. А если мы говорим о духовной жизни, Какой бонус здесь может быть? Чувствовать себя? Слава книги. Слава? Ну смотри. Духовная жизнь. Хорошо, серьезная жизнь. Я сейчас объясню, на самом деле. Я на самом деле в свое время думал, как ты. Я тоже пытался найти цель себе для того, чтобы записать. Ну, думал. Хотел понять. Вот я хочу написать книгу. Мне еще что сказать людям. И начал пытаться понять мотивы, которые движут ноги. И кроме тщеславия никаких мотивов не нашел. И решил, что книгу писать с такими мотивами нельзя. Точно так же, как ты. Ну, это некрасивые мотивы, тщеславие. Это все неправильно. Это никому, значит, не нужно будет и прочее. А потом как-то я размышлял над тем, что такое человеческая воля. И понял, на самом деле, что человеческая воля, она хитрая вещь. Понимаешь? Она, мы уже даже как-то обсуждали. Она состоит в том, что у тебя есть некие импульсы внутренние. И ты, на самом деле, не можешь эти импульсы породить. Они из тебя от природы. Ты только можешь их направить. То есть ты можешь одни импульсы подавить, природные. У меня такой смесь – сексуальный импульс, пищевой импульс, импульс какой-то уже выработанной культуры, допустим, читать книги, общаться с людьми и прочее. Я могу одни подавлять импульсы, а другие усиливать. И то есть воля наша состоит только вот в этом. То есть мы можем выбирать из импульсов, которые хотим вырастить, которые хотим взрастить и усилить, и подавить те, которые мы считаем негативными. Вот, допустим, животные импульсы мы подавляем. Обуздать, скажем. Обуздать, да. То есть кидать им мясо иногда, как собакам. И вот представь себе, вот это все твое богатство с точки зрения воли. А у тебя есть, допустим, очень сильно развитое тщеславие. Почему бы не взять это, не посмотреть на это с прагматической точки зрения? А почему бы не оседлать тщеславие, не усилить его? Ну пусть наш вот этот импульс тщеславия растет. Ну мы-то внутренне, как-то сознавая, должны понимать, что мы его оседлали специально, чтобы с помощью него самих себя заставили. Но это сила, с помощью которой мы что-то там сделали. Да, что-то сделали. У кого тщеславие, у кого гордость, у кого упорство, упрямство, неважно. Надо и плохие качества точно так же оседлать. Это вот наша внутренняя энергия. Это просто вот энергия, которая у нас есть. У нас другой энергии ведь нет. Вот есть энергия тщеславия. Вот хочется, да? Взял оседлал тщеславие и стащишь самого себя. Ведь мы же все лентяи, на самом деле. Вот как заставить себя что-то делать? Взять оседлать тщеславие и постоянно вот это тщеславие тянуться. И с помощью тщеславия, ведь очень легко получить удовлетворение с помощью тщеславия. Всякий раз, когда ты будешь, ну, потому что тщеславие такая вещь, там, выдал какой-нибудь продукт, тебе похвалили, и вот, пожалуйста, тебе удовлетворение. Ну, хорошо, Кулак. Вот то, о чем ты говоришь, это работает… Сейчас две вещи. На коротком мере. Подожди, нет. Я скажу две вещи. Первое. То, о чем ты говоришь, работает в вещах земных, ну и, скажем так, в творчестве, в искусстве. То есть, ну, ты понял, в творчестве, скажем так. Вот, да. Вот тщеславие можно обуздать там и где-то его достичь. Это хорошо получается. То есть, ты, как бы, и духовных целей достигаешь, и при этом… И удовлетворение получаешь. Да, удовлетворение получаешь. Вот. И, как бы, и тщеславие используешь. То есть, все, экономика оказалась экономной. Да. Именно так ты правильно заметила, да. Вот. Но, вот, опять же, я все в свою сторону тяну. А если мы попытаемся применить этот принцип в жизни религиозной? То есть, на тщеславие ты далеко не уедешь. То есть, как бы, здесь как раз есть запрет на использование… Я говорю именно о тщеславии. Вот. И тут я перехожу ко второй вещи, которую я хочу сказать. То, о чем ты говорил, там, об обуздывании вот этих негативных проявлений и так далее, это как раз точь-точь то, что говорят святые отцы о… о гневе… В общем, о… Как там… Это, по-моему, страсти называется? Да. Да. Вот. Ну, ты знаешь, наверное, что гнев изначально – это такая способность души, с помощью которой, там, можно бороться за грехом, скажем так. Вот. И только извратив свою природу, человек обратил гнев на себе подобных и так далее. Вот. Ну, а если им правильно управляться этим гневом, не нужно его совсем давить. Его просто нужно направить в правильное русло. Да. Именно так. Вот ты правильно тебя понимаешь, как я имею… Я имею в виду это. Да, да. Я как раз и понимаю, о чем ты. Вот. Ну, я понимаю, как это можно сделать с гневом. Ну, а как ты это… как ты обратишь тщеславие себе на пользу, например? Ну, допустим, мы видео выставляем, вот, все в смысл. Нет. Я тебе говорю про религии. Я говорю про… О религии. О религии. Что ты можешь сделать с тщеславием? Ты только можешь задавить его, как гниду, вот и все. Понимаешь? Энергию, вот эту энергию, как ты можешь там использовать? Дело в том, что вот по поводу религии и, в частности, христианства, по этому поводу хорошо Ницше сказал, да, что Ницше говорит, что христианство уступает против жизни. Он имеет в виду как раз вот это, что вот эти вот внутреннюю энергию, которая есть у нас, которая, в частности, по каналам тщеславия, гордости, гнева, пытается… Ну… Не, ну, Булат, это уже… Это уже не правда… Это корень жизни, понимаешь? Это уже не правда, хотя бы потому, что про гнев-то говорится, что нужно его использовать. Где? В христианстве? Да. Я же тебе говорю, что у святых отцов говорится про то, что гнев – это естественная способность души, которая только в извращенном человеческом естестве обращается против себе подобных. А так, для этого гнев – это хорошо. Просто нужно им уметь управлять и обращать его против плохих своих склонностей и так далее. То есть можно гневом управлять и эту энергию использовать в целях спасения. Вот. Я не помню, чтобы это говорилось еще про какую-нибудь страсть там. Вот. Но если говорится хотя бы уже про гнев, я не верю уже, что как бы это противожизненно, понимаешь, христианство. Смотри, тут просто… Вот тут ты хорошо про управление сказала. Мы не должны свою волю… То есть не должны давать своей воле полную свободу. Если мы будем только жить своей волей и будем все подавлять, что из нас растет, и не давать этой возможности никакой случайности, да, то есть мы просто превратимся в схему. То есть… Тут видишь, какая еще есть вещь, что… Я очень понимаю очень. Да, вот есть как бы разница между тем, что такое наше представление о жизни и то, что сама жизнь есть. Сама жизнь бесконечно богаче любого нашего человеческого представления о ней. Мы, на самом деле, управляем своей волей, исходя из некого представления о том, каким человек должен быть. Ну вот, допустим, человек должен быть, там, добродетелем. Он не должен, там, это… Десять заповедей должен исполнять, там, еще там, что-то многое что должен делать. Должен быть вежливым, там, добрым, там, помогать другим людям. Ну, много что должен. И мы как будто бы понимаем, что… Как будто бы знаем, каким человек должен быть. И мы понимаем, что под эту вот какую-то абстрактную, идеальную модель человека хотим подогнать всех людей. И тем самым начинаем, что называется, кастрировать жизнь. То есть, там, отрезать там все, что нам не нравится. Вот вырастает что-то такое непонятное у человека. Типа, оно нужно для вот этих целей? Не нужно. Значит, оно лишнее. Знаешь, как аппедицин. Взять, там, у человека вот есть аппедицин. Он, наверное, не нужен. Все, посмотрели, вроде не работает. Взяли и отрезаете. Он не нужен. Там, еще что-нибудь в этом роде. Понимаешь? Вот, представляется, что на самом деле жизнь не так устроена, что жизнь, она не даром такова, какова она есть. Если уж даже говорить о Боге, Бог не даром людей таких создал, какие они есть. Значит, все это нужно. И аппедицы, и зачем-то нужно. Понимаешь? И вот, и то, что у нас есть гнев, на самом деле, там, честлавие, там, славолюбие, серебролюбие и прочее, это тоже зачем-то все нужно. И все не просто так. Нельзя относиться к жизни с точки зрения того, что мы заранее знаем, какой образ человека есть. Это, опять же, кстати, касается цели. Вот ты нарисовал себе цель человека, каким он должен стать. Но это же абстрактная какая-то идеальная модель. А если ты себя под эту модель подгонишь, не почувствуешь ли ты себя? Может быть, конечно, в каком-то там экстазе ты почувствуешь, что вот я достиг чего-то того, что хотел достигнуть, а потом обернешься на себя и посмотришь, каким ты человеком стал. Ты стал какой-то обыкновенной схемой. Да, и где в тебе жизнь-то? Должна оставаться жизненность. Нужно всегда оставлять вот эту вот свободу случайности какой-то, да, вот, неожиданности. Должна быть неожиданность. Вот у страстей тоже есть своё оправдание, что они есть. Если у человека не было бы страстей, ну зачем ему тогда другие люди нужны? Зачем ему втягаться в такие трудности, как детей рожать там, ещё что-то там, заниматься какими-то делами на благо общества, на благо других людей. Зачем всё это ему нужно? Он был бы эгоистом и всё. Задавил бы в себе все страсти. И как робот бы ходил там, только всё ради себя, ради самосохранения. У него должны быть внутренние импульсы, которые он не может контролировать. И хорошо, что они есть. Потому что его воля вот эта, она может быть бестолковой, она может быть, как бы, знаешь, тупой волей, которая считает, что вот должно быть только так, и почему-то вот это как вот должно быть только так, и другого быть не может. А, то есть, подожди, ты имеешь в виду, что ту цель, которую человек может придумать и поставить себе, может быть, она будет настолько дурацкой, что надо бы её побардировать всякими такими… Да, должно быть возможно, чтобы она корректировалась. Да. Ну, допустим, ребёнок поставит себе цель, хочу, чтобы всю жизнь вокруг меня были конфеты, и всё. И, допустим, он настолько будет тупой, этот ребёнок вырастет такой и станет, и он будет всю жизнь, допустим, двигаться к цели, чтобы вокруг него всегда конфеты были. Ну, это же глупость. В конце концов, надо, чтобы существовали какие-то внутренние импульсы, которые могли бы его скорректировать. на дорогу. И они есть у нас, у нас есть такие импульсы, и вот эта страсть есть, они преодолевают нашу бестолковую волю, и они показывают нам, что жизнь не такова. Вдруг раз ты встретил человека, влюбился в него, и ты понимаешь, что вот конфета – это глупость была. Ну, а может… Раз встретил мудреца, он тебе что-то объяснил, ты понимаешь на самом деле, что твоя цель – это неправильная цель. Ну, вот ты очень хорошо здесь примеры привел, как раз говорящие о том, что корректируют вот это вот целеполагание не что-то внутреннее, не внутренние импульсы человека, скорее, а социум. Опыт. Социум. То есть, все, что ты сказал, это корректировка началась, когда вот встретил он, а влюбился он – это как бы выход в социум. То есть, не является ли общество вот этим корректирующим Общество, прежде всего, является. Это, к счастью, говорит про стратегию. Представь себе, ты поставил стратегическую цель. То есть, не внутренние какие-то страсти, страстишки корректируют все-таки общество? И внутренние тоже корректируют страстишки. Должно быть многообразие жизни, и общество корректирует. Во-первых, общество состоит из людей, а люди имеют страсти. Значит, общество тоже имеет страсти какие-то. Страсти, при страсти общество состоит из людей. Общество же не может быть разумным. Если бы общество было разумным, как механизм, то просто все можно было тогда превратить в компьютер. Понимаешь, тогда бы жизни не было, были бы только компьютеры, кругом ходили бы и друг другу информацию только передавали. Какой смысл в такой жизни? Чтобы было дерзновение, даже можно с другой стороны к этому подойти, должна быть вот эта неожиданность. Если неожиданности не будет, если ты будешь запрограммированный компьютер, какое у тебя будет дерзновение? Ты будешь все логически двигаться от одного к другому. Дерзновение-то и возникает, что вдруг вырастают какие-то неожиданные возможности, которых не было. Вот как горизонт открывается. Ты идешь, идешь, раз открылся горизонт, ты понимаешь, что твоя стратегическая цель неправильна. Ты когда-то в детстве ее поставил. Но ты понимаешь, что ее надо скорректировать. Ты ее скорректируешь, у тебя и тактические цели сразу скорректируются. У тебя все корректируется, вся жизнь перестраивается. В зависимости от того, как ты перестраиваешь стратегию. И не получается ли так, что на самом деле жизнь человека и происходит так постоянно интерактивно? Ты идешь, чем больше ты идешь, тем больше стратегия перестраивается. И соответственно тактика. И каждый раз так. Каждый раз тебе все четче становится ясна стратегия. Или наоборот не ясна, неважно. Ты допустим верил, что есть Бог, и самое главное двигаться Бога по мере движения Бога. Ты понимаешь, что оно как бы рассеивается. Ты, на самом деле, не очень понимаешь, что это означает, двигаться в бухте. Все меньше и меньше в это понятно становится. Жизнь, она сложная вещь. Вот ее прокурство, логики, вот так уложить, это страшная вещь. И хорошо, что мы не можем это сделать. Однозначно.